Занят товарищеское 34, телефон 89510616540. Да, мы вам хотели. Спасибо вам большое. Это слезы счастья и благодарности. Семья Сулеймановых приехала в РКБ из Башкирии. Два дня назад пенсионерки сделали операцию на пищевод. Из-за грыжи женщина не могла даже сделать и гладка воды. На родине предлагали лишь полосную операцию, а тут малоинвазивный метод. Пока еще болевые ощущения есть, но изжоги нет. Нам просто очень сильно повезло. Все улыбаются, все доброжелательные. Понимаете, любой вопрос спросишь в любое время дня и ночи. Все ответят. Сегодня у меня день в вытаске. Одина Менгалиева оказалась здесь случайно. Ожег пищеводу уксусом экстренной операцией. Несколько недель пища получала лишь через трубку. Съела хлеб, и мне так показалось, что этот хлеб самый вкусный. И я такая рада, что она была самой счастливой на свете, наверное. В этом отделении таракальной хирургии проводят как плановые, так и экстренные операции в среднем до 20 в неделю, начиная от рам грудной клетки и заканчивая раком легким. Сейчас за этой дверью очередная операция пациента – деструктивная пневмония. Сейчас Татарстан – флагман в развитии технологий в операциях на грудную клетку. Восемь операций из десяти – малоинвазивные. Теперь казанские врачи берут планку выше. Уже в следующем году откроется центр таракальной хирургии, а через два года здесь хотят провести первую трансплантацию легких. Сегодня она возможна лишь в пяти центрах России. Не меньше 40-50 пациентов в год нуждаются в трансплантации легких только по республике. И наша задача – все-таки сделать эту хирургию потоковой. Не просто сделать один-два раза, пропиариться, но чтобы это было доступно. Еще 10 лет назад в республике пациентов с различными патологиями грудной клетки было почти вдвое меньше. Лидерство берет хроническая обструкция легких. Основная причина – курение. На начальных стадиях кашля, дышка. И помочь еще можно медикаментами. Чаще всего пациенты приходят в тяжелой уже стадии заболеваний, когда уже нужна интенсивная лекарственная терапия, когда уже очень много есть осложнений, но вот возможности таракальной хирургии позволяют в некоторых ситуациях помочь. И эта болезнь уже вышла на четвертое место по смертности. Меры по борьбе с ней идут в рамках нацпроекта здравоохранения. К 2024 году продолжительность жизни должна вырасти до 78 лет. Юлия Муратова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.